Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегии. Помогайте, спасайте». Я ее ведущая Анастасия Данилочкина. Гость нашей студии Георгий Александрович Полев, лор-хирург, хирург головы и шеи, руководитель отделения головы и шеи Ильинской больницы. Здравствуйте! Добрый день! Мы начинаем с детства. То есть, что на вас повлияло и как складывался путь врача? Прям самое-самое-самое-самое-самое детство. Истоки. Мне повезло, что и папа, и мама врачи. И поэтому я никакой другой профессии для себя не рассматривал. Мама Наталья Владимировна – гинеколог, хирург. Хирург. В прошлом. Сейчас уже амбулаторный гинеколог. Папа Александр Витальевич – дерматовенеролог и организатор здравоохранения. Долгое время работал в специальности и со временем стал заведовать отделением, а потом стал главным врачом одной клиники и потом еще нескольких клиников. Меня брали на работу с собой маленького, когда мне с кем было оставить. Поэтому я видел ординаторские с врачами и видел весь инсайт. Наверное, лет четырех. У врачей в 90-е очень интересная работа была и в государственных, и в частных начинающихся клиниках. И мне это все очень казалось таким приключением в целом. Приключением? Да. Врачи, врачевание, врачебная семья – это одиссея, это приключение для маленького мальчика. И вот врач, да, какой-то образ себе, наверное, уже нарисовал в детстве, каким ты будешь спасать, что движело, да, вот идея такая у маленького и еще детеныша. Ну, я был очень практичным детенышем, и когда мне объяснили, что врач – это такая профессия, нужна в любое время, в любой стране, потому что люди болеют, я очень практично решил, что да, я думаю, что к этому надо стремиться. Дальше учеба. Там же тоже все-таки искушения, разные предметы и влечения какие-то. Вот все равно медицина, она пока вот, все равно этот ведется красной нитью, этот путь, да, потом окончание школы и поступление уже в ВУЗ. Он тоже предназначен, предначерчен уже. Как это возникает у врача? Я думаю, что у разных врачей это может возникать по-разному, но у меня родители оба закончили первый мед, и поэтому мне очень хотелось поступить, тогда это называлось Сеченовская академия. Да. Поэтому у меня тоже особо не было желания… Выбор. Нет, не то, чтобы не было выбор, а просто не было желания подавать документы куда-то еще. Тогда одно время, может быть, тогда примерно открывался в МГУ фокусе фундаментальной медицины. Фундаментальная медицина. Но просто тут надо понимать, что медицинское сообщество, там у меня у родителей очень много друзей, с которыми они учились в институте. Я видел компанию прекрасных людей, и мне тоже хотелось стать ее частью. С одной стороны, это хорошо, то есть это как бы репутация и так далее, но с другой стороны, ты не должен уронить планку, быть на высоте и превзойти. Это большая ответственность. Да, я всегда об этом говорил. Как справлялся с этим? Дети должны превосходить, и это логично, мне кажется, конечно, когда тебе дают, помогают с фундаментом, ты должен его не растерять, а реализовать. Как удавалось сохранить вот это в себе, верно, вот эту свечу такую? Просто любить профессию? Я никаких специальных усилий для этого не прикладывал. Может быть, немножко тяжеловато было в том плане, что как бы моих родителей знали, мои преподаватели. Да, вот так. И мне поэтому нужно было, это был лишний стимул на самом деле, хорошо учиться, потому что мне было бы стыдно, если бы я не знал какие-то предметы, и своих родителей бы этим дискредитировал. У меня были друзья, тоже дети, своих родителей, врачей. Нельзя сказать, что это была какая-то конкуренция, но все же, мне кажется, опять же, мне правильно объяснили, что предметы, которые мы изучаем в медицинском вузе, возможно, они не будут нам нужны каждый день, но это надо пройти, хорошо, потому что что-то из этого останется, и все это в будущем сформирует твое клиническое мышление, например. Поэтому я вообще легко верю, когда мне логично объясняют. Я, конечно, соглашался и изучал там и физику медицинскую, и другие, казалось бы, не очень нужные врачу моей специальности каждый день предметы. То есть в детстве все это вокруг слышало ушко, и воздух этот впитывался потом, и школа, и поступление. То есть этот путь, который, в общем, прочерчен так, что нельзя было с него уйти, это никогда не доставляло каких-то неудовольств? Нет, каждый раз, когда у меня появлялось, особенно там в районе пубертата, желание поспорить с родителями, мне говорили, что, конечно, я могу делать, что хочу. И я чуть не поступил в Менделеевский университет тонкохимической технологии. Но мне хотелось работать с людьми после всего того, что я понабрался у своих родителей в детстве. И как бы мне не было интересна такая фундаментальная наука, которая тоже казалась мне перспективной, потому что и молекулярная биология, и химия, и биологическая химия, они особенно на стыках дисциплин бурно развивались и развиваются, но желание работать с людьми перевесило. Особенно, наверное, благодаря отцу, потому что он как раз, может быть, из-за своих организаторских способностей и благодаря своим учителям очень здорово привил мысль о том, что это такая социальная роль врача, и мне хотелось работать с людьми. Как это красиво, прям по высшему так, разрядом, очень приятно это наблюдать, особенно со стороны. Ну вот врач, да, то есть еще пока много разных градаций, специализаций, вот все это как-то сужалось, и фокус интереса, наверное, или как это у врача называется, когда он ищет специализацию, да, то есть где будут приложимы его руки, где это ремесло будет начинаться, да, вот как оно возникает, специализация у врача. Мне кажется, она возникает благодаря его преподавателям в медицинском вузе. Да, наставники, хорошо, давайте о них. Да, тут все зависит от них. У меня это был, наверное, такой самый неопределенный период, это старшие курсы первого меда. Я вообще-то не собирался быть хирургом. А кем? Ну я, честно говоря, когда мы изучали предметы, каждый цикл хотелось вот быть этим врачом, то есть там после курса терапии хотелось быть терапевтом, после курса там урологии хотелось быть урологом и так далее. Каждый преподаватель так заражал своей специализацией, да, что хотелось быть вот учеником. Ну нам чаще с преподавателями, с преподавателями нам чаще везло, и они, конечно, очень умели заинтересовать. Особенно терапевтическая школа в первом меде, там и факультетская, и госпитальная терапия, все очень глубоко, интересно. Мы там организовывали олимпиады потом по терапии для студентов медвузов со всей России. Это было очень интересно. С некоторыми ребятами мы общаемся и с некоторыми даже работаем. Сотоларингология совершенно случайно получилась, я услышал, что собирается открываться в федеральный центр отоларингологии. Сначала хирургом вот решили оставить, то есть общим, да? Нет, 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 очень там год ушел на травматологию ортопедию. А потом, когда стало понятно, что в принципе хирургия мне очень нравится. То есть нужно врачу потрогать вот живое, войти туда, посмотреть, как все устроено, как это работает, где и как ты нужен понять, да? То есть нужно вот окунуться вот в этот жар хирургический. Да, ну тут совет, наверное, медицинским студентам на старших курсах побольше посещать разных больниц и искать свое призвание на месте своей будущей работы. Потому что бывает в книжках все кажется одним, а на самом деле все окажется по-другому. Тут еще есть особенности здравоохранения и организации лечебного процесса в разных больницах. Ну, в общем, без длинной предыстории я попал в 67-ю больницу на дежурство с лор-хирургом Хажимлатом Расулычем Магомедовым, с которым мы до сих пор в прекрасных отношениях. И понял, что это мое. То есть такие метки судьбы, вот они возникают, да? Да. И они расставляют все на своих местах. Мне кажется, что если посетить десяток больниц, то метка рано или поздно тебя настигнет. Настигнет? Да, я не могу сказать, что это сюрприз, который свалился на меня. То есть я же как раз и веду к тому, что мне кажется, что ищущие находят. Да. И, конечно, есть разные обстоятельства, которые тебя к выбору подталкивают. Но глобально тут количество переходит в качество. То есть я много где побывал, и мне очень понравилась вот эта специальность. С этим человеком я понял, я хочу пойти в ординатуру и заниматься тем же самым, чем и он. Главное еще не переждать, чтобы не упустить этот момент перехода количества в качество. Ну да, безусловно. Не упустить этот момент, когда ты еще молод, когда в тебе азарт, и ты уже точно знаешь, что ты хочешь. Это очень важно, не растерять профессионально. Ну ты понимаешь, что ты вуз-то скоро закончишь, надо с ординатурой определяться. Конечно, время поджимает, и надо делать все. Я даже не в учебу, а даже человек, который приходит, наверное, на практику, тоже, может быть, еще колеблется. Тоже еще сомнения. Да, но все-таки тебе надо определяться с ординатурой к концу вуза и заранее знать, куда ты будешь документы подавать. Поэтому время поджимает. Но тут надо сказать, что меня всегда успокаивала мысль, которую мне тоже когда-то привили родители. Потому что я, конечно, все время у них спрашивал, вот мне нравится эта специальность, эта специальность. И мне, в общем-то, говорили, что не волнуйся, это естественным образом произойдет. В любой специальности ты можешь заниматься очень серьезными вещами и быть востребованным и уважаемым специалистом. И позже, когда я был в ординатуре, у меня был пациент, с которым мы тоже до сих пор общаемся, который сказал, значит, он был по карте по истории болезни слесарем, но при этом был очень интеллигентным и приятным человеком, эрудированным, очень современным. Хотя он ровесник моего отца, примерно. И оказалось, что он слесарь истребителей военных. И без него там не обходится, без какого-то его мастерства не обходится серьезная инженерная работа. И он мне тоже сказал, что занимайся тем, чем ты занимаешься, это здорово, в любой специальности можно достичь высот. Так что я думаю, что это такая одна из основных мыслей. Конечно, хорошо, если ты можешь реализовать какие-то свои врожденные таланты, я имею в виду аналитический склад ума или какая-то особенная микромоторика рук. Но глобально в любой области ты при должном, желании и упорстве сможешь достичь высот. Да, но чувство поиска может не оставлять врача, и поиск это всегда сомнение, и это даже какая-то слабинка, слабость. А когда ты уверен, это создает в тебе какой-то фундамент. Я бы сказал, что излишняя уверенность это всегда плохо. Тоже плохо, как любая крайность. Да. Я думаю, что медицина как раз такая область, где твой поиск может удовлетворить всю жизнь. Да? Конечно. И не насытится, как жизнь бездомна. То есть на «хватит точно». Потому что, ну, во-первых, кстати, потому что если вдруг он заканчивается, этот поиск, это уже путь к стагнации. Во-вторых, даже в пределах одной узкой специальности ты можешь много чем заниматься. Ты можешь заниматься больше хирургией, больше руками, больше ты можешь заниматься преподавательской деятельностью. Можешь заниматься преподаванием анатомии. У меня есть друг, который долгое время проработал нейрохирургом и позже понял, что ему больше нравится читать лекции по нейроанатомии, причем даже студентов не медиков. И ему больше нравится фундаментальная клиническая анатомия, чем хирургия. Так что я думаю, что поиск – это важная часть нашей работы. И всего пути. Да. Понятно. Ну, вот хирургия уже какие-то, ну, выкристаллизовывается, да, специальность, твой путь. Вот, а лор хирургии дальше вот мы сужаем, 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 все. Ну, а дальше… Потому что хирург, лор хирург, хирург головы и шеи – это вообще очень-очень-очень сложно. Мы еще к этому подойдем подробнее. Лор хирургия. Это, вот, то есть наши, получается, органы чувств, это пять основных, да, это ухо, нос, горло и гортань. То есть вы отвечаете за эстетику человека, за его переживания, за его чувственную природу. Ну, кроме зрения, да, хотя она тоже на голове. Кстати, да. Исторический лор хирургия – это такое деликатное ответвление общей хирургии, где часто речь идет о качестве жизни пациента, там, в качестве носового дыхания или о качестве слуха. Нужно дышать, нужно слышать. Это те данные, которые мы познаем, этот мир. Если это что-то нарушается, нарушается вся система, да, то есть мы по-другому думаем, по-другому в нас все происходит. Ну, жизнь останавливается практически. Ну, я об этом не думал, честно говоря, когда выбирал специальность. Как она? В выборе специальности мне больше всего привлекло то, что это очень практическая специальность. Если ты пройдешь по улице, ты не найдешь опухоль головного мозга. А проблемы с носом, ушами, гортанью есть очень много у кого. И когда мы на первом же дежурстве, там, зашивали раны лица, вправляли нос, лечили гайморит, лечили менингит даже, то есть, начиная от простых проблем, там, вроде назначить антибиотики, там, при фурункуле слухового прохода и заканчивая спасением жизни, там, при синусогенном менингите. Мне понравилось то, что здесь очень много, чем можно заниматься и много в чем реализоваться. И внутри лор-хирургии есть различные направления, где есть и открытая хирургия, и микрохирургия. То есть, это обязательно, например, операции на среднем ухе всегда проводятся с хирургическим микроскопом, операции внутри носа с доскопической техникой, которые требуют других мануальных навыков и психомоторных навыков. Ты смотришь на экран, оперируешь руками в другом месте. Честно говоря, когда мы учились, было сомнение. Я помню, как я подходил к одному хирургу, он читал у нас лекции в РНЦХ и спрашивал его, а вот как вы поняли, что вы можете быть хирургом? То есть, был страх, а вдруг у меня руки не из того места, вдруг у меня тремор, вдруг я не смогу инструмент держать правильно. Да, и какой же ответ? Ответ был, не волнуйся. Если у тебя дрожит рука, положи ее, удобно, и расслабься, и ты же можешь писать. Да, хороший ответ и наставление. Да, этот человек внушил доверие, ну, не доверие, внушил уверенность. Хотя, опять же, были люди, которые говорили, нет, этот парень не станет хирургом по таким-то причинам. И не отказаться от этой миссии, мне кажется, искушений очень много, но, с другой стороны, наверное, дороги назад уже нет, да? То есть, ты идешь? Да. И ты должен идти. Да. И развиваться дальше. Да. Вот что происходит дальше? Ординатура. Дальше как врач, следующие витки этой спирали такой красивой. Аспирантура, да, потом практика, но это тоже еще пока не врачи, это еще такой только вот зародившийся такой специалист. Практика начинается с практики, да? Вот первая операция, давайте тогда о ней. Первая операция. Опять сейчас было немножко сумбурно. Значит, во-первых, после ординатуры нам 25, и мы, конечно, еще как врачи и личности еще совсем не зрелы. Вариантов дальше несколько, можно, в принципе, и работать уже с сертификатом врачом. Конечно, конечно, аспирантура не обязательное условие, но, конечно, комфортнее человеку еще три года заниматься там со своим наставником диссертацией и уже начинать работать более самостоятельно врачом после 28, после трехлетней аспирантуры. У меня аспирантура не было, поэтому я начал работать после ординатуры, а диссертацию писал, будучи младшим научно-сотрудником, как соискательный. Название тогда сразу научное? Работаете? Значит, название диссертационной работы «Варианты топографической анатомии ветвей клиновидно-небной артерии и структур крылонебной ямки». То есть это уже… Это топографическая анатомия. Это варианты… Напрямую с СОР-хирургии, да, это связано? Да, это напрямую связано с проблемой носовых кровосечений массивных, с доступами, в том числе эндоскопическими для удаления некоторых опухолей, полости носа и основания черепа. Благодаря этой работе позже я попал в центр Дима Рогачева, потому что ребята заметили эту работу еще, когда я писал ее на другой своей работе. Вот. Очень здорово, когда диссертация тебе потом может пригодиться и вообще привносит тебе какой-то практический смысл. Кстати говоря, в хирургии это очень четко прослеживается. Если твоя работа посвящена каким-то разделам хирургии, ты углубляешься в них во время написания диссертации, и потом тебе легче становится. Это здорово. Ну, потому что хирургия это ментальная работа, все складывается в голове, формируется, руки только уже исполняют, то есть это талант, который вот здесь, ментальный. Я бы не сказал, что это обязательно талант, но, конечно, все идет от головы, безусловно. Я считаю, что вообще хирурги все бывают разные, но я склонен больше заранее все анализировать, планировать, и тогда руки только исполняют, и все должно быть просчитано заранее, и снимки должны быть всех возможных ракурсов сделаны. Мы все с своими особенностями. Я люблю планировать заранее, и люблю, когда все идет по плану, в то же время, когда что-то идет не по плану, я немножко теряюсь. Хотя я стараюсь, чтобы был план Б, запасной, и еще один запасной план, чтобы были. Некоторые хирурги более полагаются на импровизацию, когда руки работают за ментальность. И я видел случаи, когда это спасает. Да? То есть импровизация, она более фонтална? Иногда нет времени думать, когда есть кровотечение. То есть когда какие-то экстремальные происходят вещи, неординарные решения, которые нужно найти прямо в эту секунду. Да, когда руки, да. Ну, я думаю, что вы же понимаете, что и темперамент у нас всех разный. Кто-то поспокойнее, кто-то поимпульсивнее, кто-то больше техник, а кто-то больше аналитик. Я думаю, что хороший врач или нет, можно объективно оценить всегда по результатам. Опять же, в современной медицине много времени уделяется анализу отдаленных результатов. Ты всегда можешь посмотреть через год снимки пациента, который оперировал год назад, и убедиться, что у него все хорошо. Есть куча разных опросников о качестве жизни. Этому тоже уделяется много внимания. Так что хороший врач для меня, для врача, это врач, результаты которого я знаю. Результат работы, которого я знаю. Значит, умение при этом общаться и комфорт пациента при общении с этим доктором, это очень хорошо. Но я думаю, что это на втором месте. Потому что, опять же, сейчас в современной медицине, особенно в частной медицине, лечащим врачом может быть один человек, а хирургом другой. И это не есть хорошо, да? Нет. Своё отношение к этому я ещё не определил. Но я к тому, что хороший хирург – это результаты которого безопасные, контролируемые. И достигают тех целей, которые поставлены в лечебном процессе. При этом, как он разговаривает, он, может быть, вообще не разговаривает. Я думаю, что это на втором месте. Но, конечно, лучше, если это всё один человек, безусловно, который имеет полную картину о человеке, а не только о пациенте и так далее. Но всё же хороший врач – это объективные показатели. Это не улыбка или не умение успокоить. Хотя это тоже важно. Это важно. Это важно. Если ты не доверяешь врачу и сам не веришь в это лечение, вряд ли ты будешь помогать. Мне кажется, стать. Как реактивное даже. Тут надо ещё сказать о том, что и у пациента многие проблемы психогенные. Поэтому, конечно, воздействовать на эти триггеры психогенности – это хороший дополнительный навык хирурга. Но дополнительный. Ну, не основной. Да. Хорошо. Лор-хирургия, вот её определение, если дать уст специалистов. Лор-хирург – это кто? Ну, вообще, лор-хирургия не делится на хирургию и нехирургию. Вот лор-хирургия в России – это хирургическая специальность. И у нас были прекрасные представители ещё до советских времён, потом с советского времени, от лор-хирургов, но тем не менее, которые все были хирургами. В последнее время, может быть, последние лет десять, произошла какая-то дифференцировка лоров на тех, кто оперирует и тех, кто не оперирует. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо, просто это, наверное, зависит от места работы, где человек работает. Работает в поликлинике, ему тяжело, наверное, совмещать хирургию с амбулаторией, если это территориальные ещё разные больницы, например. Как я сказал, лор-хирургия, лор-хирургия головы и шеи, как это называется за рубежом, это очень разнообразная специальность. Здесь есть и операции на шее открытые, где нужно обладать навыками общей хирургии. И микрооперации на ухе, которые требуют навыков работы с операционным микроскопом под большим увеличением. И определённая микромоторика должна быть. И операции эндоскопические в полости носа или через полость рта, которые требуют умения обращаться с оптикой и специальным длинным инструментарием. Это разнообразная специальность, я очень поэтому люблю. И навыков нужно очень много. И сколько учатся на лор-врача? То есть это ступени, которые складываются. И из чего? Соберите эту матрёшечку. У нас от ларингологи учатся два года в ординатуре, как и все остальные специалисты. Сказать, что за два года специалист может сделать хотя бы одну операцию на ухе, на носу или на гортане, нельзя. Нельзя. Скорее всего, два года он будет ходить за докторами и смотреть, как вообще, что делается. Это вообще отдельный разговор про систему обучения и контроль за качеством обучения специалистов. И мы не будем в него углубляться. Потому что, если в двух словах, это длинный путь. И мы все немножко кто-то на своём чём-то специализируется, кто-то занимается лор-онкологией, кто-то занимается лор и эстетической хирургией, кто-то занимается только операциями по упрямлению носовой перегородки. То есть эстетика чистая. Кто-то больше занимается эстетикой, да. Поэтому мы все разные. Тут зависит от проблемы, с которой человек к тебе приходит. У вас же была практика за рубежом, да? Вот это очень удачное такое отступление, прежде чем войти в такое свободное плавание, скажем так, себя как специалиста. Ещё практика была на Западе. Это очень важно. Я бы не называл это практикой, но стажировки были. Стажировка. Так получилось, что я, когда начинал свою практику, в России эндоскопическая синуса хирургия была объединична. Невозможно даже. Нет, она была уже. На самом деле она официально с 92-го года, по-моему. 92-го. Но очень мало где можно было это даже посмотреть. И очень сложно. А поехать в Америку и получиться... Где была первая стажировка? Тогда о ней расскажите. Так, первая стажировка была в Австралии у хирурга, который занимался и занимается очень много синуса хирургией эндоскопической, является одним из пионеров её и специализируется в основном на лобной пазухе. Это было в 2012 году в Австралии. Я провёл с ним месяц. Это было очень здорово. В то время, в том отделении, где я работал, эндоскопические операции только начинались. И эндоскопические операции на лобной пазухе очень боялись. Потому что лобная пазуха расположена вблизи основания черепа и глазниц, и сосудов много. Такой существовал стереотип, что туда лучше вообще ничего не делать. Так говорят о хирургах старой школы до сих пор. Да. Все сходятся во мнении при этом, что альтернатива – это только наружные большие разрезы по брови. Как это возможно? С эффектами передних стенок и так далее. Это возможно? Что именно? Это делалось? Разрезы наружные? Конечно. Конечно. Ко мне до сих пор приходят иногда пациенты. Парню 22 года. У него вот такие шрамы на переносице и бровях. Ему в Подмосковье лечили полипозный синусит. Это похоже на пытки? Ну, это под наркозом делается, это не пытки, это разные доступы. Это доступы старой школы, так сказать. Да, то есть эти операции и за рубежом были наружными до появления эндоскопической техники. Поэтому было здорово съездить и поучиться тому, что тебе может пригодиться вот уже сейчас. И так получилось, как раз, что буквально через несколько месяцев у нас стало появляться много пациентов в 2013 году, которые уже почитали в интернете, что эндоскопическая операция на лобной пазухе гораздо лучше, чем наружная. И в практику это здорово ускорило. А уже там удалось попрактиковаться или только именно обучение? Нет, за рубежом мы практиковаться не можем. Мы можем только смотреть, запоминать и записывать, и обсуждать. Но опять же, так как я человек аналитического склада, то мне этого было вполне достаточно, чтобы приехать и в анатомической лаборатории ты все можешь это воспроизвести. Ну, удивительно это все запомнить и перенестись. И рядом нет этого учителя, наставника, это должна быть такая память. Но тут у всех по-разному. Ну, у всех по-разному. Кто-то может позволить себе за плечом постоять или чтобы за тобой кто-то постоял, кто-то нет. Здесь как повезет. А удалось перенести эти навыки? Все сейчас применяют? Конечно, да. Да-да-да, конечно. Я думаю, что со всех стажировок... Ну, опять же, если ты едешь не просто куда-то, или я был в Германии, но где, в какой клинике, у кого профессор, и чему-то учился, вот ключевые вопросы. И зачем ты туда поехал? То есть просто ходить по больнице и не знать, как это, знаете, говорят, глаза не увидят того, что разум знает. Ну, да, то есть ты должен быть уже к этому готов, настроен, и никакой ветер не будет попутным, да, если ты не знаешь направления. То есть ты уже знаешь, зачем ты приехал, и что ты впитываешь в себя. Да. И тогда тебе, конечно, все это пригодится. Надо сказать, что и в России тоже мне повезло со многими познакомиться и поучиться. И я еще раз повторю, что это обучение, оно продолжается. То есть, как говорит наш шеф, переопыление является очень важным фактором. Причем даже со смежными специалистами. Иногда ты оперируешь челюстно-лицевым хирургом и что-то берешь для себя. Наверное, ты если перестаешь учиться, ты перестаешь, наверное, быть даже... Теряешь профессию. И самого себя. Ну, да, конечно. И самого себя. Ну, опять же, нам повезло, что медицина очень... И хирургия, которой мы занимаемся, высокотехнологичная хирургия, это быстро развивающаяся специальность в нашей отрасли. Все время появляется что-то новое. Кто-то начинает оперировать на роботе через рот, кто-то начинает оперировать щитовидку на роботе через подмышку. То есть внедряются новые технологии, новая аппаратура, там холодно-плазменная коагуляция, появляется нейромониторинг для более безопасной работы вблизи лицевого нерва. То есть много новых технологических приспособлений, которые позволяют нам более качественно оказывать помощь, более качественно делать операцию. Качественно и менее инвазивно, то есть, да, чтобы менее травматично... Да, и менее инвазивно, чтобы при этом не было в упрек радикальности, например. Потому что я помню, когда мы начинали на SD-камерах, конечно, это ужас. Там сейчас вспомнишь или где-то увидишь и думаешь, господи, как с этим можно было работать. Темно, все в пикселях. И, конечно, это было опасно. Ну, а во времена, когда не было эндоскопии, было высказывание известного флоринголога американского Харриса Мошера, что трансназальная, это мойдотомия, это самый верный способ убить пациента. Потому что без камеры, когда это делалось вслепую ложкой через нос вблизи основания черепа, конечно, результаты были плохими. А сейчас, благодаря... Я это все веду к тому, что технологии позволяют нам сейчас делать безопасно и качественно то, что вчера еще так невозможно было сделать. Да, понятно. Поэтому ты хочешь, конечно, быть в курсе всех этих вещей. Ты не можешь позволить себе быть не в курсе. Ну да, тогда ты выпадаешь из этого ворота современности. Вот вы это все как бы вобрали в себя, впитали за границей. Когда приехали сюда, уровень здесь, наверное, не соответствовал. Это еще нужно собрать команду, которая тебе бы соответствовала. И операции, которые бы проходили чуть ли не буквально в четыре руки. То есть важна же еще и синхронность хирургии. Вот как здесь вы этот вопрос решили? Ну, я думаю, что... Не было это предварительно. Это вопрос ни одного дня. Ни одного дня. Ты занимаешься какой-то проблемой, и рано или поздно ты попадаешь в компанию людей, которые мыслят так же. И вот, собственно, так команда и формируется. Как она формировалась у вас? Насколько быстро она сложилась? Я думаю, что этому процессу нет какого-то ограниченного предела. У нас сейчас прекрасная команда. У нас несколько лет назад в Рогачево была прекрасная команда. До того, как я перешел в Ильинскую больницу, я работал в центре Димы Рогачева, где команда просто блестящая. Из примерно ровесников, которые занимаются разными направлениями хирургии головы и шеи. И сейчас они там же и работают. Для хирургии, я имею в виду, что не может быть одиночества. Нет, но... Ты должен всегда быть с партнером. С партнером? Нет, не обязательно. Нет, безусловно, вообще хирургия — это не индивидуальная работа, это оркестр, который работает с пациентом. Безусловно, ты ищешь лучших музыкантов. Значит, это вопрос не одного дня. Но если ты хороший дирижер или хороший гитарист, то ты попадешь в хороший бэнд рано или поздно. Рано или поздно может быть. Это тоже фортуна какая-то, мне кажется. Это надо быть еще счастливчиком. Везде так, наверное. Прекрасные актеры тоже, наверное, не всегда попадают в хороший театр. Я думаю, что если ты занимаешься глубоко каким-то вопросом, и которые действительно приносят практическую пользу в лечении пациентов, то ты найдешь себя. Или люди найдут тебя, или ты найдешь людей. Просто я слышала среди хирургов такое, вот если нет контакта, близости такой, то ты даже вот как шестеренки, они тормозят друг друга. Это только вред, прежде всего, пациенту. Безусловно. И далее этот конфликт. То есть ощущение того, что твой партнер, твой коллега, точнее, он еще оперирует практически твоими руками. То есть синхронность такая. Или вот вы чувствуете себя полноценным творцом? Нет, нет, нет. Нет. Значит, ну, во-первых, поговорим о том, что вот в ларингологии не во всех операциях ты работаешь в паре. Есть операции там на шее, где работают втроем. Есть операции там сложные в носу, которые требуют двух. Но часто мы работаем в одиночку с ассистентом. И мне это удобно все видеть. И с анестезиологом, анестезисткой и так далее. Но то, о чем вы говорите, например, ну, невозможно работать с плохим анестезиологом. Или на плохом наркозном аппарате. Или в плохой операционной работе тяжело, конечно. Или если инструменты кривые, или не под теми углами, которые тебе нужны. Но все это как-то решают. То есть я к тому, что это не может тебя лишить работы. Люди находят и покупают, и я покупал много инструментов, которые вот тебе нравятся, и ты ими хочешь работать. Люди ищут хорошие клиники, где есть хорошие анестезиологи, с которыми безопасно работать. Потому что, нет, в хирургии это вообще, наверное, первостепенно. Если анестезиолог проведет плохую анестезию, и пациенту будет плохо на операции, и после операции, виноват будешь ты. И ты не можешь объяснить пациенту, знаете, у вас был наркоз плохой, поэтому я операцию провел только наполовину. Поэтому, безусловно, ты много времени уделяешь тому, чтобы проверить, как работают твои партнеры, и найти тех, с кем тебе комфортно. Но, да, это очень важно. И все-таки пульсирующая вот точка, она, мне кажется, что от хирургов все равно это первостепенно, потому что была операционная, мы вас ждали, да, то есть больной, операции, мы ждем вас, все замирает, тишина. Когда появляется врач, все сразу по-другому. То есть ощущение, что все закрутилось, завертелось, что сейчас будет происходить вот какое-то чудо, и оно происходит, когда вы все заканчиваете, уходите, и вместе с вами уходит эта энергия. То есть врач это пульсирующая какая-то основная точка, в нем все. Мне кажется, что вот эта атмосфера, которая поддерживает именно хирург. Как вы достигаете такого качества? Или вы его не чувствуете? Оно органично вам? Я думаю, что органично. Но тут надо сказать, что вы были в операционной, которой, можно сказать, я с начала работы в Ильинской больнице, мы занимаем эту операционную. И тут надо сказать, что и операционная сестра, с которой я уже давно работаю, и анестезиологи, с которыми я давно работаю. То есть, как вам сказать, вам просто повезло прийти в операционную, в которой каждый день мы делаем то, что мы делаем. То есть это показалось? Нет, я думаю, что это очень здорово, когда так. Вообще, мне кажется, это мечта любого хирурга, работать в операционной, где, как вы говорите, все поработали, каждый сделал свое дело, и ждут тебя, чтобы ты пришел и прооперировал, и чтобы это все слаженно и гармонично прошло, и все легко перешли к следующей операции. Далеко не всегда так. Есть много примеров, где негативная атмосфера операционная, где контакта между анестезиологом и хирургом нет. Это все создает опасности для пациента. Да, мы говорили об этом. Поэтому просто мне повезло с больницей и с коллегами. У нас очень хорошая зав. анестезиология, условия для анестезии, заведующей реанимацией. Условия для после наркозного пробуждения пациентов и для безопасности пациентов на каждом этом этапе. Поэтому здорово, что вам так показалось. Я очень рад. Я об этом никогда не думал. Но, в общем, это... Мне кажется, что хирург и хирургия это самое ответственное, сложное и самое такое честное. Потому что в хирургии там нельзя как бы вот обмануть, соврать. Там нет как бы вот этого греха лжи. То есть такая вот правдивая, самое правдивое врачевание в хирургии. Там нельзя сделать ни ошибки, ни оступиться. Она честная и чистая. Ну, честно говоря, я думаю... И самое главное, это вот за хирургом. Вот он ведущий. Это ведущая нечто. Ну, в операционной – да. Я думаю, что на самом деле и в терапии все тоже очень честно. И есть объективные показатели, которые показывают, помогает лечение или нет, и хорошая специальность или нет. Просто в хирургии, как бы это, конечно, отчасти ремесло, где результат проведенного лечения либо виден на лице, либо чувствуется пациентом после операции. То есть, конечно, да, это, ну, опять же, хирургия – это очень привлекает. Ты сделал что-то руками и видишь результат. Не нужно подбирать дозу препаратов в течение года, чтобы добиться целевых показателей артериального давления. Хотя это тоже очень важно. Но у нас другая специфика немножко, и другие плюсы и минусы. там зато спина начинает болеть. Там постепенно. Сколько часов вы стоите за операционным столом? По-разному. Ну, самая длинная операция сколько длилась? Думаю, что около 12 часов. 12 часов, и вы стоите на ногах? Ты можешь посидеть? Ну, неважно. Отлечься, может быть, подумать, но все равно, то есть, ты оперируешь человека в течение 12 часов работаешь. Есть и дольше операции. Это же не человеческие силы и условия. Такая нагрузка. Вот я о чем и говорю. Все по-разному решают эти проблемы. Есть индивидуалисты, которые любят делать операцию от начала до конца самому за 12 часов. Есть люди, которые имеют сильную команду. И команда хирургов делает операцию каждый по несколько часов свой этап. Вы как любите? Вы ревнили? Я не провожу каких-то сверхмассивных операций. Я думаю, что у нас в моей практике долгие операции это микрохирургические операции на косточках барабанной полости на слуховых косточках. А что это такое? На слуховых косточках. Что это за патология? Все знают, что есть хронический отит. Если его запустить, то воспалительный процесс может разрушить слуховые косточки и привести к ним к потере слуха. К потере слуха. Да, и существует операция, которая позволяет вплоть до протезирования микротитановым протезом утерянных фрагментов слуховых косточек. Это позволяет сонировать очаг хронической инфекции и улучшить слух. Такие операции могут занимать до 6 часов из самого большого. Хотя бывают всякие сопутствующие трудности. Например, ребенок с пороками развития, с аномалиями строения слухого прохода, где проводится трудный доступ. Все это удлиняет операцию. Так что, да, наверное, в моей практике это 6 часов микрохирургической операции на ухе. Ее проводит один человек. Тут ты от начала до конца. Никто другой этап не сделает. Тебе надо начать и закончить. Но надо сказать, что эта операция достаточно спокойная. Они не сопровождаются большой кровопотерей. Как правило, если ты безопасно все делаешь. Нет какого-то там суперстресса. То есть, я знаю хирургов и онкологов абдоминальных из Вишневского, которые удаляют огромные опухоли поджелудочной железы, печени, проводят микрососудистые реконструкции. Мне кажется, это все делается стоя и подолгу. И там есть очень рискованные моменты, связанные с одномоментной кровопотерией. В этом плане микрохирургическая операция на ухе спокойнее. Ты сидишь, у тебя руки лежат, куча аппаратуры. То есть, вы как культур, ювелир, что-то такое. Ну, это что-то ювелирное, да, скорее, потому что ты работаешь под большим увеличением микроиголочками, микроинструментами. Это какие-то отдельные навыки? Вы их специально получали? Каждый навык ты должен получать. Получать отдельно, специально, на него учиться, да? То есть... Да, ты просто повторяешь тысячу раз одно и то же, и у тебя приобретается этот навык. Мне кажется, так везде. Здесь столько всего нужно знать просто. Нет, знать и иметь мануальный навык это немножко разные вещи. Да, конечно. Можно иметь прекрасные мануальные навыки, там, быстро вязать хирургические узлы, но не учиться там хирургии. И наоборот. Но в идеале это нужно совмещать. В идеале это нужно совмещать, поэтому ты уделяешь время отдельно чтению там фундаментальной части, отдельно там как это делают другие, отдельно ты отрабатываешь мануальные навыки. Ну да. Я думаю, что хирургия этим отличается, да, от терапии, тем, что помимо того, чтобы все знать, ты должен еще посвятить много часов однообразной работе руками, чтобы это все было... Ну, закрепить теорию, да? Да, да, да. Чтобы ты не суетился, не делал лишних движений, чтобы все шло спокойно на операции. Это нужно не только в голове прокрутить, но и в лаборатории ты должен от и до все сделать. Но, да, такова хирургия. Я думаю, что все этим занимаются. В тех анатомических лабораториях, в которых я был, я познакомился с очень разными, приятными, интересными хирургами разных специальностей. И с абдоминальными, и с нейро, и так далее. То есть, хирургу очень важна вот эта научная базис, которую он продумывает, и практика, в которой он постоянно себя проверяет, можно сказать так. Ну да. Ну да, да, да. Мы много как бы подступаемся, но еще не вошли внутрь Ильинской больницы. Так. Можем о ней рассказать, да, то, что вы руководите этим отделением, и, собственно, все свои навыки, умения спроецировали туда. Как повезло этому место с вами. Мы органично, да, вписались. Стены просто не отпугивают, они комфортные, но туда приходишь лечить. Стены – это не только комфорт, это инфраструктура, которая позволяет тебе делать те или иные операции, например, или проводить лечение разных больных. У меня неоднократно в жизни были ситуации, когда тяжелого пациента мы не можем взять, потому что в этой больнице нет условий, или нет переливания крови, или нет аппарата для эмболизации сосудистой опухоли, или чего-нибудь еще нет. Линская больница – это многопрофильный хирургический стационар, где есть разнообразная хирургия, и каждое направление занимается тяжелыми операциями. То есть в ортопедии проводится у очень пожилых пациентов протезирование суставов, у вдоминальной хирургии у разных очень тяжелых пациентов проводятся онкологические большие резекции, и в реанимации лежат постоянно тяжелые пациенты, поэтому мне спокойно за моих пациентов. Я знаю, что если что-то пойдет не так, а риск того, что что-то пойдет не так, он есть всегда, даже при уколе местного анестетика. И я знаю, что здесь уровень безопасности выше, чем где-то еще, где я до этого работал. А вы правильно сказали, что там и пожилые, и дети, то есть как вот совмещается, потому что хирург взрослый и хирург детский, это все-таки мне казалось всегда это разное. А вы не делятся на взрослые и детские. По крайней мере, специальность не делится на взрослые и детские. официально, но просто врачи, которые работают в детской больнице, то есть отделение у нас делится на детские и взрослые, потому что у нас вообще больница должна иметь отдельную инфраструктуру для детей, чтобы иметь лицензию на детскую, например, хирургию или детскую помощь. Я вам этого сообщаю. Просто, но есть и примеры, и там, примеры больниц, где есть и взрослая, и детская лор-отделение, и лор работает и там, и там. А вы оперируете детей и взрослых? Да, я оперирую детей и взрослых. Значит, о тренингологии не делятся на детских взрослых. Просто кто-то больше имеет опыт с детьми, потому что работал в детской больнице, а кто-то больше со взрослыми. Так получилось, что я работал несколько лет во взрослом отделении, а потом несколько лет в центре Димы Рогачева, в отделении детской хирургии головы и шеи. В чем отличие? Вот работа с ребенком отличается чем? И чем? Работа с ребенком много чем отличается. У детей другой спектр заболеваний, своя специфика. Я не могу сказать, что это что-то невозможное. Я имею в виду, что очень часто вопрос, как же так, вы оперируете маленьких детей, у них же все такое маленькое. Но тут как бы ко всему привыкаешь. Для детей используются другие инструменты, более маленькие, более тонкие эндоскопы, например. А больше какое-то сострадание, жалость, маленькое существо такое или нет? Это непрофессионально. Больше сострадание. С детьми, конечно, приятнее работать, можно сказать. Но, понимаете, мне повезло работать в центре Димы Рогачева, где комфорту психологическому у врачей, родителей и пациентов уделяется большое внимание. И у нас в Иринской больнице тоже уделяется этому большое внимание. В этих больницах приятно работать с детьми. И, ну, конечно, позитив, который ты получаешь от выздоравливающего ребенка, он... Больше, да? Ну, не то чтобы больше, но это немножко другие ощущения, да, потому что это ребенок, да, он веселый часто. То есть, когда он веселый, это вообще здорово. Вот, и слава богу, опять же, его... В нашей специальности нередко, а очень часто дети выздоравливают и сами тебе говорят, что вот теперь все здорово. Это, конечно, очень приятно. Со взрослыми тоже приятно. Но с детьми есть своя вот эта позитивная атмосфера какая-то, да. Да, дети же цветы жизни, поэтому своя специфика есть. Но в самой хирургии есть отличия, но я бы не сказал, я с удовольствием работаю с детьми, со взрослыми. Просто, конечно, с тяжелым пожилым пациентом ты лишний раз думаешь о сопутствующих осложнениях, о его сопутствующих патологиях, о его стенокардии, о его тромбоэмболии, о его варикозной болезни. У детей, слава богу, у тебя меньше с этим проблем. Хотя, там, с Индидимом Рогачевым мы оперировали много детей с сопутствующими тяжелыми заболеваниями, лейкозами и так далее. Но если взять среднестатистическую лор-операцию и среднестатистического ребенка, то, конечно, там все проходит легче, чем с пожилым полиморбидным пациентом. И с теми, и с теми хорошо работать, на самом деле. Ну, это разная специфика, понимаете, то есть, когда ты работаешь с маленьким ребенком, ты общаешься в основном с родителем, который пришел к тебе на прием, он рассказывает тебе, что с ним не так. Со взрослым пациентом приятно, что у тебя есть контакт, он сам тебе расскажет. С ребенком все-таки ты работаешь через призму мамы часто, и, может быть, ему и нормально с небольшими аденоидами, а вот маме не нравится, что они там есть и так далее. То есть, ну, это разная специфика, к которой привыкаешь. И то, и другое очень. Ну, то есть, руки и там, и там, они, в общем-то, работают как профессионалы уже, здесь нет такого различия. Я думаю, что опыт работы с детьми дает тебе дополнительных бонусов и в мануальной работе с взрослым пациентом, и психологической. Мне иногда приходит пациент, и я говорю, там, сейчас вот стульчик там крутанен, и мне говорят, ага, вы с ребенком. Вы с ребенком с детьми работали. Да, и, ну, мне кажется, это нормально. То есть, тут, нет, надо тут сказать, что я не имею в виду, что там надо игривость какую-то проявлять и так далее. С ребенком тоже очень часто надо говорить серьезно, а не там шутки шутить. Вот. Но опыт разнообразной коммуникации, он все равно на пользу идет. Понятно. Вот еще не могу не спросить, вот лор-хирургия и вот эта приставка головы и шеи, да, все-таки это вот такой набор, вот перечисляя ваши регалии, такая прям полифония. Это лор-хирургия, головы и шеи. Это специальность у нас в России называется алтоларингология. Просто за рубежом давно эти понятия объединены. Специальность называется алтоларингология, head and neck surgery. Так сложилось, потому что за рубежом алтоларингологи более широкий спектр операций проводят и обучаются, например, операциям на щитовидной железе, лор-онкологии во время их резидентуры. У нас нет специальности головы и шеи, у нас есть хирурги-онкологи, в основном они называются хирургами головы и шеи, но надо сказать, что опухоли головы и шеи и хирургии головы и шеи тоже немножко разные вещи. А когда это соединилось? Это еще не соединилось. Не соединилось? Нет. А я думала, что это соединяется в вас как раз. Нет. Еще нет? На официальном уровне ни на каком это не соединилось, просто логика здесь такова, что мы очень плотно взаимодействуем со смежными специалистами. Сегодня мы, наверное, особенно в частной медицине, да и в государственной на самом деле тоже, в государственной центре Дима Рогачева у нас была группа хирургии головы и шеи. Это очень здорово. Почему? Потому что очень часто пациенту нужен и челюстно-лицевой хирург, и лор-хирург. И лор-хирург, и нейро-хирург. При опухолях, которые прорастают в полость черепа, при аномалиях развития, или при переломах, или при опухоли челюсти, которая распространяется в полость носа. Сегодня делается акцент на междисциплинарность. Каждый из нас не может владеть всем. И в моем отделении в Центре хирургии головы и шеи есть отолингология, челюстно-лицевая хирургия и церебральная нейрохирургия. Как раз объединены они вот этой идеей междисциплинарного подхода к пациенту. То есть нередко приходит пациент и говорит, меня стоматолог направляет к лору, лор к неврологу, невролог к челюстно-лицевой хирургу. И вот я хожу два года и не могу понять, что у меня болит. Зуб или невралгия или гайморит. Это нередкая ситуация. Поэтому иметь всех специалистов в одной больнице очень удобно. И пациенту, и нам. Это ваша заслуга, да? То есть вы накопили... Это заслуга больницы. Больницы. Да, это в общем-то не моя идея. Ну и руководитель отделения, прежде всего, который набрал себе эти навыки, объединил это. И, наверное, вы к этому и движетесь, да? То есть в дальнейшем это как раз будет все крепкой с цепкой такой. Да, и мы планируем дальше работать. Особая у вас специализация, специальность лор-хирурга. И она такая вот и почетная, и красивая, и дает нам качество жизни вашим пациентам. Важно дышать, осизать, чувствовать этот мир. И дарить это качество. Да. Что бы вы пожелали нашим слушателям и своим пациентам, ну и вообще, кто будет вас слушать? Как бы такое вот пожелание или рецепт как врач? Я думаю, что для пациентов важно вовремя прийти. Самое важное. То есть нащупать проблемы в корне, да? Не входить в заблуждение. Очень много примеров, когда у людей в голове уже неверное представление. Там, из социальных сетей, например. О том, что происходит. То есть наличие информации лишней, она лишняя. Да. Угу. Для коллег развиваться. Не стоять на месте. Смотреть шире. Смотреть, как это у соседей. Очень часто уверенность в том, что человек делает все правильно, ведет к тому, что человек делает все неправильно всю жизнь. Угу. Да, я поняла. Поэтому. Что вы говорите? Нужно всегда трезво оценивать, что мы всегда находимся в состоянии кривой обучения по многим. Новым особенно технологиям. И быть в курсе происходящего в мире очень важно. И нужно обязательно самообразовываться для этого больше. Вот. Ну, это если получаешь в детстве этот запал, задел такой, ты будешь его постоянно повторять. Ну, мне кажется, здесь не только дело в детстве. И в ординатуре это прививается. И потом с возрастом, уже во время работы, ты понимаешь, и мы меняемся с возрастом. И нам становятся интересны новые направления хирургии. И у меня есть друзья, которые, вот как я сказал, нейрохирург занялся педагогикой, лор занялся ринопластикой и так далее. А каким вы свое будущее видите? Непонятно сейчас, какие возможности будут для обучения. Я думаю, что от этого мы будем исходить. Не исключено, что мы поедем в следующем году в Китай, в Шанхайский народный госпиталь. Учиться там, ну, понимаете, специфика, огромный поток больных, огромный, в день по множеству больших операций, блестящей хирургии, низкий социальный уровень у многих пациентов. И, может быть, мы поедем учиться большой хирургии, онкологической, например. Я думаю, что это зависит от того, да, что будет доступно. Ну, вообще надо заниматься тем, чем другие не занимаются. Интересно. Или на таком уровне, на котором этим другие не занимаются. Тогда к тебе придут люди. Поэтому, да, наверное, сейчас очень много неопределенных факторов. Я думаю, что посмотрим через год, через два. Пока в нашем отделении разные специалисты реализуют на разные направления. И, наверное, основной сейчас мой фокус на том, чтобы все это работало как конвейер. Пока нам удается, и у нас есть планы по расширению. И новые и территории, и направления хирургии головы и шеи. Требуется еще внедрить. Для того, чтобы в одном месте, основная, ультимативная задача, пациент мог от диагностики до реабилитации получить всю помощь. То есть, чтобы не отправлять на сторону к ортодонту. После некоторых операций пациенту нужен ортодонт, чтобы восстанавливать прикус, например. Нам бы хотелось, чтобы все это было в одном месте. И так это и должно быть, мне кажется. Потому что пациенты в России очень привыкли к тому, что нужно пойти в одну поликлинику за справкой, потом в другую больницу, где тебя направят в федеральный центр. Там сделают операцию. А потом третий врач будет удалять тампон из уха. И четвертый потом в поликлинике будет смотреть и говорить, ой, я в этом ничего не понимаю, езжайте назад в федеральный центр. Поэтому, конечно, очень здорово, чтобы в одном месте все это было. Наверное, вот это моя сейчас основная задача. Дальше посмотрим. Вам самое главное, с своей стороны, хотим пожелать вот этого вдохновения все-таки, чтобы оно не иссякало. Я понимаю, как вы теряете силы, потому что, ну, вы лечивая, вы же отдаёте себя, ведь это же должно пополнять. Или это как любовь, которую ты отдаёшь, и она пребывает. Я не знаю, наверное, она близка к этому чувству, если это действительно искренне. Вот, чтобы это вдохновение не растерялось, чтобы была вот та же страсть, чтобы вот та же, которая была у вас в детстве, которая была привита вашими родителями, да, которые вот вы продолжили эту династию, эта гордость большая, и развиваться дальше. Мы без хороших врачей просто погибнем. Спасибо вам большое за интересный рассказ на себе. Спасибо за приглашение. Мы вас будем ждать дальше, и вы поделитесь какими-то новыми своими успехами. Потому что я думаю, что лор-направление, оно действительно неисчерпаемо. И будут болезни, потому что жизнь усложняется, усложняются и болезни. А вы должны будете нам это качество жизни вернуть, восстановить равновесие, чтобы мы дышали, слышали, обоняли, осязали. И познавали, и взаимодействовали в вашем мире, да? Да, и познавали этот мир. И были счастливы. Спасибо большое. С нами был Георгий Александрович Полев. Спасибо большое за интересную беседу. Оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова